Четвертая книга Моисея, числа, глава тринадцатая И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они, мужи, главные у сынов Израилевых. Вот имена их. Из колена Рувимова Саммуа, сын Закхуров. Из колена Симеонова Сафат, сын Хорьев. Из колена Иудина Халев, сын Иефонийн. Из колена Иссахарова Игал, сын Иосифов. Из колена Ефремова Осия, сын Навин. Из колена Вениаминова Фалти, сын Рафуев. Из колена Завулонова Гаддиил, сын Содьев. Из колена Иосифова, от Манасии Гадди, сын Сусиев. Из колена Данова, Аммиил, сын Гамаллиев. Из колена Осирова, Сефур, сын Михайлев. Из колена Нефалимова, Нахбий, сын Вовсиев. Из колена Гадова, Геуил, сын Махиев. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю, и назвал Моисей осию сына Навина Иисусом. И послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую и сказал им, «Пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет. В шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или тоща, есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли». Было же это ко времени созревания винограда. Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Ямафа. И пошли в южную страну и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сесей и Фалмай, дети Янаковы. Хеврон же построен был семью городами прежде Цуана, города египетского. И пришли к долине Ясхол, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое, взяли также гранатовых яблоков и смокв. Место сие назвали долиной Ясхол, по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. И, высмотрев землю, возвратились они через сорок дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых, в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему, и говорили, — Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города, укрепленные, весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там. А Малик живет на южной части земли, Хитеи и Евусеи и Аммареи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, — Пойдем и овладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, — Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми говоря, — Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди нее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. Субтитры создавал DimaTorzok